Все беды в этом мире от женщин. Согласны. Но ведь от них же и большинство хорошего. История из жизни, которой я с вами поделюсь, может стать как доказательством первой фразы, так и подтверждением второй. И, может быть, прочитав её, вы сможете дать мне какой-то совет. Начало сентября в этом году выдалось необычайно тёплым. Таким, как будто погода хотела компенсировать свою неосмотрительную холодность в начале июня. Словно женщина, которая после ссоры льнёт к тебе и изо всех сил старается загладить вину. Был выходной, и утром, выглянув в окно, я подумал, как здорово оказаться сейчас вдали от суеты и автомобильных сигналов. Мысль провести время за городом, на природе, была настолько привлекательной, что через полчаса я опрометчиво позволил матери уболтать себя съездить на дачу. Уж сколько раз твердили миру, что в магазине картошка и морковка ничуть не хуже и даже дешевле, если учитывать потраченное время и нервы. А в этом сезоне из-за постоянной занятости на работе мне пришлось ещё и приплатить местным пьяницам, чтобы они собрали наш скудный урожай. Теперь ещё и огород перекапывать в единственный выходной. Но я понадеялся на удачу. Подумал, переверну гряды, а потом, может быть, возьму удочку и пару часов порыбачу на озере в тишине и покое. По дороге мама завела свой любимый разговор. Ах, сыночка, какой ты у меня красавец! А всё работаешь и работаешь. Не пора ли тебе снова жениться? Я попытался отмолчаться, но она продолжала. Не получилось с Катей твоей, так что теперь на всех женщинах крест поставить. Ведь тебе уже двадцать семь. А эта вертихвостка уже давно вон замуж выскочила. Ты то, чего страдать должен. Я не страдаю, мама. Просто не хочу ещё раз на те же грабли, сказал я, глядя прямо на дорогу, и как можно спокойнее добавил, когда встречу подходящую женщину, возможно, я и женюсь. А теперь давай больше не будем портить друг другу настроение. Мать надулась на пассажирском сиденье и уставилась в окно. Если её пыл не остудить сразу, то через несколько минут она начнёт предлагать мне кандидатуры дочек и племянниц своих подруг и соседок, очень хороших девочек. Это мной уже не раз проверено. Катя, конечно, была та ещё прохвостка. Но я её любил, прикипел душой к стерве этой. А такое не за один день проходит. Время нужно, чтобы забыть и её медовые пухлые губы, и лжевые слова, и складную фигурку с аппетитными округлостями, которую она никогда не считала нужным слишком скрывать. Женщин на свете достаточно, но, обжегшись на таком вот молоке, будешь долго обходить любую воду. Хоть участок у нас и большой, но с грядками почти удалось справиться за пару часов. Я уже мысленно видел перед собой озёрный тенистый берег и спокойную водную гладь. Предвкушал бутылочку пивка, захваченную на этот случай, когда у мамы зазвонил мобильный. Она подняла и начала тот вид бесконечного женского разговора, которому уже через минуту теряешь интерес, хотя длиться он может часами. Моё внимание снова обострилось, когда я расслышал. «Да, Лора, конечно, я его попрошу». Уверена, что не откажет. Я заподозрил неладное и не напрасно. «Мишенька, сыночек, подруга просит ей грядки вспахать». «У неё всего девять соток. Я тяжело вздохнул, прикидывая, как бы отказаться, но шансов у меня не было. Пожалуйста, родной. Ты же знаешь, она одна почти, только дочка, да и та учится в другом городе. Помоги, не сочти за труд. Она тебя в детстве на руках носила, не помнишь разве?» Я закатил глаза, выдохнул и сказал. «Хорошо, раз носила, буду ей грядки вспахивать». Закончив у нас, я попил, умылся и отправился к той самой тёте Лоры, лица которой я уже не помнил. Их дача была от нас в двух улицах, на краю кооператива, и люди здесь почти не ходили. Возможно, поэтому женщина не стеснялась щеголять по огороду в одном купальнике. А может быть, её такие мелочи попросту не смущали. Общаясь с мамой, я привык к её почти монашеской скромности, и считал, что большинство женщин её поколения ведут себя так же. Не припомню, чтобы я когда-нибудь видел её оголённый живот или даже ноги выше колена. Разве что когда появлялся на свет. Я крикнул Лоры через забор, что пришёл помочь, а в ответ получил белозубую улыбку с морщинками-лучиками у глаз. Она резво, как молоденькая девушка, но без тени смущения, подбежала к скамейке и одним движением набросила поверх лёгкий сарафан. «Привет. Миша, правильно. Извини, что так получилось. Я бы и сама справилась, но мама твоя уже очень настаивала». Невозможно было раздражаться в ответ на такую искреннюю улыбку и извинение. И я улыбнулся в ответ. «Действительно, работы тут на пару минут, ведь половина уже перекопана. А как закончу, пойду себе рыбачить». Через полчаса всё было сделано, и, приподняв кепку, я отёр со лба крупные капли пота. Хотя уже перевалило за полдень, погода сегодня разгулялась не на шутку. «Вот бы сейчас попить». Не успел я и рта раскрыть, как Лариса словно угадала мои мысли. «Арбуза хочешь? Я сегодня просто медовый на станции купила». Предложение было слишком соблазнительным, чтобы отказаться. Скоро мы уселись под раскидистой грушей. На её ветках желтели крупные листья, но плодов и следа не было. «Это же груша, да. Что же она у вас не плодоносит?» — поинтересовался я. «Миша, а мы можем на ты?» — вдруг спросила женщина. «Ведь я, кажется, не такая старуха, но когда ты так говоришь, прямо ощущаю приближение пенсии». Я улыбнулся и, извиняясь, сказал, что, конечно, можно. Лариса рассмеялась в ответ, и я в очередной раз любовался её прекрасной улыбкой, которая казалась ещё белее на фоне бронзового загара женщины. Я всегда по-доброму завидовал людям, которые могут без проблем долго оставаться на солнце. Я, белобрысой кажется, только подумаю, чтобы на свет выйти, и уже сгораю. «Ты про грушу спросил?» — продолжала женщина. «Да, она у меня в этом году что-то заболела, может, состарилась. Надо бы обрезать, и, глядишь, ещё порадует. Вон какая могучая крона! Лора вручила мне нож и арбуз, чтобы я его разрезал. Стоило коснуться блестящей, словно натянутой кожуры, она звонко треснула под лезвием, и сочная мякоть брызнула мне на пальцы сладким соком. Вот это да! Искренне изумился я. Давненько такого не видел. Умеешь ты выбирать. А меня научишь? А то, как не возьму, недоспелые попадаются, а на вкус, как огурцы. У меня на арбузы нюх, ведь у нас в Украине это второй хлеб». Женщина покачала головой и прикусила дольку, смакуя и улыбаясь от удовольствия. Мы и дальше болтали точно так же, выдавая маленькие факты наших жизней, щедро приправленные шутками и улыбками. Тётя оказалась очень приятной собеседницей. Пожалуй, подумал я, она лет на десять моложе мамы, если не больше. Вдруг я заметил, как розовый ручеёк, похожий на змейку, заструился у уголка её рта, соскользнул по тёмной шее и заглянул в ложбинку между загорелыми. Женщина, ощутив там холодок, рассмеялась и промокнула место уголком платка. Неожиданно, прямо посреди фразы, она вскрикнула и схватилась за спину, сморщившись от боли. «А-а-а!» — кричала она. «Как больно!» Пчела укусила. «У-у-у! Как горит!» Женщина причитала и буквально выла от боли. Я подскочил и, аккуратно спустив с плечи её платье, стал осматривать спину. Багровое пятно расползалось вдоль завязки бикини, уползая под неё. Я бережно распустил верёвочки и обратил внимание на крупную точку в центре. «Миша, Миша! Помоги, жало под кожей шевелится, я чувствую его. Вытащи, умоляю. Ложись на стол!» Приказал я знакомой. Когда она, постановая от боли, улеглась на его поверхность, я увидел всё яснее. Не спеша стал надавливать на точку пальцами, чтобы поцепить кончик. Женщина подо мной извивалась, и со стороны вполне можно было заподозрить нас в чём-то очень неприличном. Но в тот момент нам обоим было не до сравнений. Зацепив ногтем краешек жала, я припал к ранке губами и, быстро втянув, зажал его между зубов. Видимо, Ларисе моментально стало легче. Ведь она сразу затихла и, придерживая на себе полуснёжных снятую одежду, посмотрела на меня затуманенным взглядом. Я всё ещё стоял, держа между зубов причину всего этого переполоха и чувствовал, что мои щёки, словно у пятнадцатилетнего подростка, от неловкости наливаются краснотой. «Ты похож на змею», — сказала женщина и в ту же секунду отпустила руки. На ней осталась только узкая полоска яркой синтетики, едва прикрывающая то, что пониже талии. Я как раз в этот момент думал, что тут без вазелина не обойдётся. Кажется, я рот открыла от изумления, ведь так и не помню, куда потом делось жало. Я прижал женщину к стволу могучей груши, раскинувшей над нами свои ветви, и дал волю всему, что так давно кипела во мне и искала выхода. Мы остановились, только когда оба не смогли дышать. При этом надо сказать, что эта женщина запыхалась не раньше меня. Покончив с одеванием, мы оглядели друг друга молча, как пара заговорщиков, опасающихся выдать себя какой-нибудь мелочью. Уходя за калитку, я горячо укорял себя за такую неосмотрительность и обещал, что больше никогда не встречусь с маминой подругой, как бы хороша она не была. Вот только всё это было зря, через неделю мама, словно нарочно, попросила меня подвезти с дачи домой не только её, но и Ларису. В тот вечер мы повторили всё снова. А потом я ещё не раз возвращался в её крошечную, но такую уютную квартирку. И были уже не только объятия и поцелуи, но и разговоры, и советы, полные юмора и мудрости. Вот что настоящая ловушка. Знать бы тем осенним утром, что всё так сложится, я бы на дачу не ногой. Но что уже теперь говорить? За все три года после развода я и не замечал почти что женский пл. А когда обращал на кого-то внимание, то не смотрел в душу, видя только способ для удовлетворения своих потребностей. Мне бы радоваться, что кто-то запал в сердце. Вот только это мамина подруга, и она меня на двадцать лет старше. Что делать, ума не приложу. Может, вы мне что-то подскажете?